Для картофельной запеканки нам понадобится картофель, помидоры, лук, немного чеснока и немного тертого сыра, соль, перец по вкусу. Для начала нужно почистить картофель, помыть и отварить в немного подсоленной воде в течение 25-30 минут. И к нашей запеканке мы приготовим соус бешамель. Для этого нужно взять 50 грамм сливочного масла, растопить в небольшой кастрюльке и добавить сюда столько же обычной пшеничной муки, 50 грамм муки, это приблизительно 1 столовая ложка полная. Хорошо растапливаем сливочное масло и добавляем сюда муку. Муку со сливочным маслом обжариваем до приятного золотисто-коричневого цвета, хорошо перемешиваем постоянно, чтобы не пригорело. И добавляем потихонечку пол-литра молока. Молоко нужно брать холодное. Мука со сливочным маслом обжарилась, добавляем постепенно молоко, молоко холодное. По чуть-чуть добавляем и перемешиваем. Перемешиваем постоянно и завариваем. Таким образом делаем густой соус. Варим соус на маленьком огне, постоянно его помешивая и увариваем его до густоты. Как только начинает закипать, булькать, сразу выключаем. И на этом этапе добавляем сюда щепотку соли и мускатный орех. Хорошо размешиваем и выключаем. Соус бешамель готов. Посмотрите, вот такой густой получился. Оставляем в сторонку, тем временем займемся картошкой. Картофель остудите и нарежьте ломтиками. Для этой запеканки, вот такой нарезанный ломтиком картофель, проваренный до полуготовности, я буду укладывать в силиконовую форму внахлёст. Вот таким вот образом. Одну картошку, сверху вторую. И так заполняя полностью всю форму. Я добавлю сюда порезанный кольцами лук. Помидорки черри. Выложу оставшийся картофель. Немного посолю. Совсем чуть-чуть, потому что у нас соус бешамель соленый. Добавлю прованских трав. Вы можете добавить любые. Можно и свежую зелень добавить. Прованских трав, чеснока, порезанного дольками и колечками. Зальем соусом до шанель. Видите, какой он густой получился. Заливаем нашу запеканку. А сверху посыпаем тертым сыром. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Приблизительно на 15-20 минут. И через 25 минут у нас готова вот такая запеканка. Сыр хорошо расплавился. Картошка, она у нас была сварена до полуготовности, тоже мягкая. Дадим ей время остыть. Будем подавать к столу. И давайте проверим, какая у нас получилась запеканка внутри. Она уже остыла. Я разрезаю порционный кусочек и достаю. Главное сделано с душой и с любовью. Всем приятного аппетита! До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!